Добрый день, дамы и господа, меня зовут Черкасов Илья и сегодня я хотел бы обсудить с вами последние новости, которые касаются школы XYZ, что с курсом по окружению, будет ли он закончен, будет ли фидбэк, естественно будет, сегодня я дам фидбэк и по курсу по окружению. В целом, кто не в теме, что происходит, я несколько месяцев назад записался на курс по окружению, проходил его долгое время, до тех пор, пока не произошли некоторые интересные события, которые сейчас в медиасфере очень сильно обсуждаются, но в целом мы собрались здесь не чтобы попаразитировать на трупе XYZ, который вряд ли сможет как-то оправиться от этого, хоть я думаю без проблем они будут работать и дальше в целом. Кто не в теме, желаю вам прогуглить эту тему XYZ School на DTF, посты Игоря Дятлова по поводу всей этой шумихи, но в целом сегодня мы ради того, чтобы обсудить чисто новости и поделиться мыслями, потому что мы в нашем Discord канале, когда эти события произошли, очень бурно это все обсуждали, кто хочет присоединяйтесь, ссылочка в описании. Итак, давайте начнем, наверное, с курса по окружению, который идет Игорь Емельяненко, и в целом я хочу сразу сказать, что курс мне понравился по нескольким причинам, есть, конечно, и минусы, но мы к ним вернемся попозже и перейдем на тему XYZ. Что хочу заметить, во-первых, сам материал, с технической точки зрения, он хороший, потому что если сравнивать его с курсом по окружению от CGMA, там все довольно-таки поверхностно пройдено и в основном акцент делается на художественную составляющую. Здесь же записанный материал, он является собой хорошей материальной основой, то есть там рассказывают про детали, то, как делаются деревья, как делаются скалы, как материалы в целом делаются, что такое первый, второй V-канал, как это используется, что такое тримы, что такое атласы, ну все, что касается темы по окружению. Но на самом деле сам преподаватель, несмотря на все, что происходит сейчас с XYZ, сам курс хороший и преподаватель мне тоже понравился в этом плане, потому что, когда я к нему обращался и просил выйти со мной поговорить, он всегда, ну никогда не отказывал, мы созванивались и решали вопросы. Но это еще было на первом потоке, я студент первого потока, а сейчас уже третий идет непосредственно. Теперь переходим непосредственно к проблемам, которые именно связаны со школой. Ведь изначально XYZ School набирал не очень много людей, то есть на курсе по первому тропланку, как мне говорили, 20 человек было. И это объективно и это адекватно на самом деле, потому что, когда на курсе 100 человек, это просто хаос, это ужас для онлайн-школы, уже не говоря про оффлайн-школу, когда вы там сидите в одном кабинете и учитесь. Это очень большое количество людей, которым очень трудно уделить внимание, должное, за такие деньги, ведь каждый заплатил свою подписку, взял или купил полностью курс. И это все стоит больших денег. И что касается того, как происходит обучение, вы смотрите уроки, делаете домашние задания, по домашним заданиям дают фидбэки. В целом просто созваниваетесь для вопросов, да, и преподавать у людей 2 часа. Но работы, фишка в чем? Ее проверяет другой человек. Фидбэк, как ни говорили на Драффанке, студенты с первого потока становились преподавателями. А самое важное, что есть у курса, это фидбэки, потому что даже если мы проходим какой-то материал, например, мы делаем деревья, мы сделали дерево с вами, да, но правильно ли мы его сделали? То есть по туториалу мы шаг за шагом повторили все, но в детальных каких-то, как это красиво бы это выглядело, важен фидбэк, потому что на фидбэках именно вы и растете. Вам показывают художники с большим опытом, что было сделано неправильно или как можно сделать лучше, потому что у них больше опыта в этом, они больше времени этому уделяли. Поэтому фидбэк очень важен. На нашем курсе был фидбэки на платформе именно, это очень важно, потому что фидбэки давались как и на платформе, а потом по второму кругу давались на пристримах, то есть в целом так проходились. У нас был Александр Серебряков, я находил его в Warstation, в принципе у него немного работ, но уровень достаточно хороший, я не знаю кто это, я с ним не знаком, но я так подразумеваю это знакомый или друзья друзей или где-то работали, но в целом я хочу сказать, что портфолио не всегда показывает главный скилл человека, потому что бывают такие компании, студии, где человек просто не может выкладывать свои работы. Или банально, если ему по тридцатку лет и он в геймдеве уже очень долго, то естественно ему нет смысла какой-либо-то портфель иметь, потому что его знают в индустрии, он работает, его могут порекомендовать и обычно он ищет работу через друзей. Далеко ходить не надо, вот Максим Арестов, художник из Valve, у которого в Warstation 4 работы, ну он с очень большим опытом мужик, да, очень крутой. Вот у него естественно 4 работы, поэтому оценивать не надо, но в целом по фидбэкам, которые мне давал этот человек, я доволен, потому что он указывал на детали, которые я не обращал внимания. По факту вы приходите на курс, курс это прям, ну, как сейчас, как бы это выразиться, вот когда вы устраиваетесь в студию, у вас есть лид и он дает вам фидбэки, и вы за счет них растете. Вы работаете, делаете таски, и он дает вам фидбэки, и вы растете. Вот курсы точно такой же, если вас не берут, вы идете на курс, получаете опыт и вам дают фидбэки, потом вы устраиваетесь в студию и растете еще больше. В целом я фидбэками доволен, мне они нравятся. Но мне не нравится немного другое, то, что курс якобы был написан, что это курс не для новичков, вы должны уже иметь модели, тем не менее, такие люди есть на курсе, да, непосредственно. Ничего против не имею, но опять же, если вы приходите к курсу по окружению, нужно понимать, что уже в базе вы должны уметь моделировать и делать текстуры. То есть в целом просто делать пропсы, потому что художник по окружению, он должен делать пропсы, он должен уметь делать растительность, выставлять цвет, композицию, делать текстуры в собственном дизайнере. То есть опять же, все зависит от студии, в которой вы работаете, но желательно все это уметь делать в целом. Здесь же приходили люди неопытные и половина людей просто отвалилась. То есть я с первого курса, я немного поучился, сделал пару домашек, а потом я ушел в другой проект по работе. И то есть у меня не было времени чисто этим заниматься, поэтому я мониторил все, что там происходит. И я видел, что люди постепенно отваливались, у кого-то были дела, проблемы. И то есть из этих 100 человек там осталось там единицу, грубо говоря. То же самое и про другие потоки. Плохо это или хорошо? Вот с точки зрения продаж это хорошо, когда много людей приходит, но когда большую часть вы не доводите до конца, это плохо в целом. Ну это печально, да? То есть человек приходит изменить там жизнь, грубо говоря, а в целом он не дотягивает, потому что у него времени нету. И люди ему объективно не объяснили, почему это не его уровень. То есть научись делать модели, потом приходи на курс по окружению. Это логично, это следующий этап. Но в этом есть и положительные аспекты, потому что лично я приходил на курс, чтобы, во-первых, пообщаться с преподавателем, завести знакомство. Я вот со многими подружился, с некоторыми ребятами уже даже поработал. И в целом это был полезный опыт. Но когда человек приходит, и весь материал, который я получал на курсе, я уже его знал. Вот точно так же, как я на курс по CGM ее пошел. Я пошел, чтобы пообщаться с человеком из Naughty Dog. Посмотреть, какие фидбэки он дает, как он думает. Чтобы как-то перенять этот опыт и работать в этом ключе. То есть это полезно в целом. Здесь же, почему преподаватель по курсу, по инвайронту, он хороший. Во-первых, он всегда отвечает, может созвониться с тобой без проблем, дать фидбэк хороший. И в целом я заходил пару раз на стримы, я мониторил их с самого начала. И когда преподаватель уделяет два часа на то, чтобы объяснить одному человеку, как сделана та или иная графика в Naughty Dog, ну это уже как минимум говорит о том, что он заинтересован, ему интересно. То есть, опять же, для кого-то это вода, для тех, кто уже это все знает, для кого-то это полезный опыт. Для новичков любая вода, вот тот же самый DraftPan, говорят, что много воды, на стиле очень много воды. Но для новичка эта вода, она полезна для кого-то, это не нужная информация, для кого-то это нужная информация. Это уже очень субъективно на самом деле. Но для себя я некоторые моменты подчеркнул, потому что, когда вы записываете уже готовый материал, который под вопросом записан или нет, это мы уже чуть позже обсудим, вы можете не затронуть некоторые важные аспекты создания графики. А когда у вас стримы, вы общаетесь с преподавателем, можете задать вопрос. Вот было так не раз, что, конечно, отклонялись от темы, но узнавали очень много нового. В целом это полезно, но это уже очень субъективно. Но касаемо того, что много воды и предзаписанности курсов, потому что сейчас, несмотря на то, что мы первый поток, и мы уже должны были давно его закончить, курс его продлевали, продлевали и продлевали. И в целом эта проблема, как на геймкоде, да, из-за того, что сейчас вот эта шумиха вся поднялась, в целом это все происходит, я могу предположить, почему так делали. То есть, по первой причине, потому что студенты не успевали доучиться, якобы с благими намерениями это имело смысл быть, продлить курс, чтобы они доучились и закончили свои работы, хоть кого-то довести. Это раз. Второе, это возможность поднабрать большее количество потоков, чтобы были продажи, потому что, ясное дело, если первый поток закончен, то, возможно, кто-то из этих людей, который учился, это все сольется на торренты, грубо говоря. Поэтому у них есть такая цель или желание набирать больше потоков. То есть, уже первый, второй, третий поток люди учатся, но полного курса не имеют. Это имеет смысл быть, чтобы курс не сливали и заработать больше денег. Но вообще, в целом, если брать всю историю с тем, как начинался XWZ School, это начиналась паралочка энтузиастов, которые там выпустили небольшой курс, на котором первый поток было 20 человек всего лишь. Это нормально, это хорошо. Но постепенно это начало обретать обороты, они получали больше и больше денег. Это все вы можете прочитать в статье Игоря Дятлова на ВК, загуглите, пробейте, это все есть на самом деле. И в чем фишка? В том, что все эти финансы, которые они получали, они не пускали на то, чтобы развивать как-то контент, улучшать базу, нанимать кураторов, которые действительно могут давать хорошие фидбэки. Я не говорю, что наш куратор плохо фидбэки давал, но просто, может быть, где-то не дотягивали кураторы. Потому что нужно понимать одно, кто может давать хороший фидбэк. Это лид, который работает, у него есть опыт. Если у него нет желания и времени, потому что он этим занимается большую часть своей работы, то есть он дает фидбэки другим художникам, проверяет, еще и сам работать, у него нет времени на студентов. То есть это должен быть художник, у которого есть желание пофидбэчить. Таких найти очень трудно. Естественно, или через знакомых пробиваем, кто может давать фидбэки, или же как-то выкручиваемся, потому что в целом с этим были определенные проблемы на разных курсах. Кстати, пишите свою историю или свою информацию, потому что мне было бы тоже интересно это все поузнавать, это все почитать. Но в целом это очень грустно с тем, что так все происходит. Но Игорь Дятлов, как он написал в этой статье, отдал 2-3 части своим партнерам и в конечном итоге ушел. Это все очень долго тянулось, там еще наркотики были припределены. Но на самом деле геймдев и наркотики, ой, ребята, там прям можно рассказать, очень много интересного. Но мы вот обсуждали в нашем дискорд-канале некоторые детали, которые я хочу вам гласить, может быть это будет для кого-то полезно. Так, когда... По поводу пака. Пак хотел... Это преподаватель курса одного из... Пак хотел свалить еще в самом начале, когда все это зарождалось, но все шло гладко и он сидел, а как только пошел хейт, он сразу ливнул. Вчера рассказал о голосовом канале. Когда Игорь уходил из школы, я как раз учился у них, он был один из менторов, ну и автором самого курса. Тогда еще в школе не было и близко такого масштаба, а вот наш поток это первый курс, где нас было около 200-300 человек, начало их масштаба. Он с нами проводил прямые трансляции, и это про Игоря Дятлов. Он проводил... Он сам проводил прямые трансляции, и в них упоминал немного причины, по которым уходит без грязи, конечно. О том, что там у них было... Никто даже не мог подумать. Если коротко, то причиной ухода была усталость, различные мнения по развитию школ с его партнерами. Он не хотел делать конвейеры по производству 3D-художников, а небольшую школу для тех, кто действительно хочет им заниматься. Но как это обычно, все красиво начиналось, а потом все пошло не в ту сторону абсолютно. Никаких интро бесплатных не должно было быть, хотел брать людей уже... Ну, на самом деле это верно, то есть менторство и подразумевает, что вот ты художник, у тебя много опыта, и ты хочешь поменторить людей, просто научить кого-то, потому что они потом будут работать в других студиях, и довести от А до Я. И ты берешь там 10 человек, конечно, они платят большую денежку, но, естественно, они получают твою информацию, ты можешь давать им фидбэки. Ну, то есть это более... Это лучше, чем 100 человек плюс на курсе, потому что это реально конвейеры, это большое количество людей. Но это и большие деньги в целом, то есть я понимаю, как это работает. Я не осуждаю, потому что те люди, которые пошли зарабатывать деньги, они деньги заработали, потому что есть прямо противоположная контора, которую я не хочу называть, но я думаю, вы понимаете, какой я. Это прям инфо-цыгане номер один по курсам в целом. Но XYZ от них отличались тем, что это все вот красиво так начиналось, они пытались чему-то учить, но это постепенно все скатывалось немного в другое русло. Хотели брать людей уже не полных новичков, а прошедших, специальные вступительные задания, ну и что-то подобие. Это верно, потому что не надо брать людей, которые, ну, купили курс, ну, то есть с точки зрения бизнеса, купили замечательно, но если ты берешь человека с целью какого-то бренда, становления, экспириенса, это важно, потому что если ты отберешь правильных людей, то они потом будут пиарить твою школу, потому что они будут показывать уровень. Когда ты берешь на курс 100 человек, из них там выходит 1, 2, 3, то это очень печально, это неверно. Но самый верный путь вот по курсам вообще в целом, вот честно говорю, самый адекватный путь делать какую-то школу, это когда у тебя есть своя студия, и у тебя есть необходимость учить людей, чтобы брать к себе в коллектив. То есть это, у некоторых студий такое есть, когда есть какие-то курсы, WG Forge, вот у Wargaming, да, но жесткий отбор, извините, вы должны уже найти какую-то базовую информацию, уметь моделить, прийти и как-то сдать. А для тех, кто не умеет базово моделить, добрый вечер, интернет. Это сейчас очень много информации, и научиться моделировать, делать текстуры, к какому-то базовому пониманию можно, но типа кнопки это просто по факту. Куда сложнее иметь понимание, что делает модель красивая, что делает ее плохой. Сцена красивая, сцена плохая. Акценты, это все с опытом приходит, и этому надо уделять много времени. Так, хотели брать людей уже не полных новичков, а прошел их специальное вступительное задание, ну или что-то наподобие. То, что началось его, то, что началось, его расстраивало, и не соответствовало цели, и он потерял мотивацию. Еще говорил, что идея бесплатных интера этих двух маркетологов, его партнеров, для того, чтобы рубить бабки большого числа людей и брать даже полных профанов, таких на нашем курсе было более 50%, и все, они мало чему научились, а большая часть даже не прошла до середины курса. С точки зрения бизнеса, да, с точки зрения какого-то художника, который хочет иметь студентов, это неправильно, то есть, естественно. Ну, то есть, нужно понимать, какую сторону выбирать. Я понимаю и маркетологов, которые, ну, действительно, бесплатный курс, больше привлечения людей, большие масштабы, больше возможностей. Но просто с такими объемами финансов можно было вливаться в нечто другое уже, какую-то офлайн-школу, да, во что-то перерастать нечто большее, а не просто пиариться, рекламиться и тратить деньги не на качество контента, потому что это конвейер, когда каждые 4 месяца выпускается курс. Хороший курс делается в течение года. Это находится человек, записывается материал, готовится лендинг, продажные страницы. Ну, то есть, это очень долго, и качество контента должно быть очень высоко. Еще нужно понимать, как вы будете поддерживать народ, потому что когда вы привносите к себе 100 человек на 6 месяцев, это объективно не хватит никому времени, и потом выбрасываете их, они не закончили курс, ну, это такое себе. Поэтому, в целом, это печально, и это неправильно. Так, еще говорил, что идея бесплатных курсов, таких на нашем курсе было 5%, сдавали домашки из 200-300 человек 50-70. От себя скажу, что Игорь тогда выглядел как полупризок, и было ясно, что куда серьезнее. То есть, вы понимаете, что большие объемы вы не вывозите. Зачем продолжать? То есть, ну, понятно, это, как, знаете, мне напоминает ситуацию с Игрой Престолов, когда эту всю машину раскрутили, и не смогли с ней справиться, в целом. И сейчас побег с корабля, все уходят, все разбегаются, потому что это уже все всех достало. Но, в целом, мне интересно, что будет дальше. А дальше я вам скажу, что будет. И это, на самом деле, самая печальная история, потому что у нас в СНГ репутация вообще ничего не решает. Самый адекватный метод, который сейчас может сделать XYZ, начальство, которое осталось, это просто заигнорить, может быть, там, по фидбэче, что-то вот эти вот все хайпы, да, но, в целом, просто заигнорить. Пройдет, там, 2-3 месяца, люди забудут, и новые люди, которые будут приходить, они будут покупать курс, потому что, ну, кто-то не пробьет инфу, а кто-то пробьет. А даже если пробьет, то такой, о, какая у них красивая продающая страница. Мне все равно, что о них там пишут. То есть, конечно, команда распалась, но, возможно, это будет ухудшаться качество контента, безусловно, непонятно, что будет с YouTube-каналом, и куда это будет движется, но, в целом, если мы это забудем, то они будут продолжать выпускать курсы непосредственно. Что по поводу курса по окружению, опять же говорю, он мне понравился, преподаватель хороший, фидбэки хорошие. Он стоит своих денег, безусловно, потому что курс по окружению от CGMA, он стоил 1000 баксов, да, он, так сказать, тоже стоит своих денег, но немного в своей плоскости, потому что там важно было общение с преподавателем, его фидбэки. Здесь же и материал хороший в целом. Поэтому курс мне понравился. Что будет дальше? То есть, уроки не открыты, но хотелось бы посмотреть, что там дальше. А, еще не сказал. Еще одна такая теория, почему не открывают уроки. Возможно, потому что они не записаны. Конвейерность производства приводит к тому, что курс не записан до конца. И просто нечего выкладывать. Это очень бредовая идея. Я не знаю, кто бы согласился идти на такой, потому что это очень большие риски, на самом деле. Записывать курс во время прохождения, ну, это трудно, как минимум. Поэтому я думаю, что там есть предзаписанный материал. И причины, по которым они не выпускают их полностью, это чтобы люди не сливали их на торренты. Это такое вот средство защиты. Но они получили прямо противоположный эффект. Захотели побольше денег за труд. Потому что это очень прибыльно. Люди хотят учиться. Люди покупают курсы, несмотря на столько, сколько они стоят. Им все равно, что там вы 4 месяца проучитесь, и потом вас выкинут за такие деньги. Хоть на самом деле, за такую цену должно предоставляться лайтайм. Но, по-хорошему. Но, опять же, это мои размышления. Это я так считаю. Я не знаю, как это внутри компании у них там происходило. Это мои мысли на этот счет. Если у вас какая-то есть информация, пожалуйста, давайте поделимся, пообщаемся. Ну, или заходите в наш Дискорд. Мы там можем обсудить всю эту тему. Но, в целом, Вавилон пал. И это... Даже не знаю, печально или грустно. Но я чего-то такого ожидал под конец. Но... Да уж. Мне очень жалко людей, которые не смогли закончить курсы. Но... Хочу сказать, что те люди, которые... Которые заинтересованы, которым интересно это все делать, они найдут выход из этой ситуации и смогут доучиться даже без любых школ. Ты всегда можешь найти информацию. Всегда можешь научиться. И самостоятельно, уделяя этому времени, каждый день прийти к своей цели. И это можно сделать без всяких школ. Вот и все. Спасибо за просмотр. С вами был Черкасов Илья. Увидимся в новом ролике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok